День милиции, который ежегодно отмечается в России 10 ноября после переименования милиции в полицию, стал называться Днём сотрудника органов внутренних дел. В преддверии праздника в городском Доме культуры для славянских стражей порядка прошёл торжественный приём. В этом году отмечается 101-я годовщина Дня сотрудника органов внутренних дел. Это праздник тех, кто, несмотря на выходные, в любое время дня и ночи, независимо от погоды, выходит на службу, чтобы охранять законные интересы граждан, обеспечивать их безопасность. Сотрудники полиции Славянского района достойно решают задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности, защите прав и законных интересов жителей района, добиваются высоких результатов в борьбе с преступностью. Значительная часть личного состава дела МВД России по Славянскому району и сегодня в свой профессиональный праздник находится на службе, охраняя спокойную жизнь и созидательный труд граждан. Поздравляю вестничный состав и ветеранов отдела внутренних дел МВД России по Славянскому с Днём сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Мировым счастья, добра, согласия, твёрдость, духа и успехов в огородном деле служения Отечеству. Сегодня в Славянском отделе МВД служит около 400 сотрудников. Для каждого из них служба в органах внутренних дел стала жизнью и призванием. Многие пришли в профессию, видя перед собой пример своих родных. У исполняющего обязанности начальника ГИБДД Евгения Старчака в органах внутренних дел служили дед и отец. Семейную династию продолжил и Евгений. Вот уже 15 лет он стоит на страже безопасности дорожного движения. Данное направление службы ГИБДД, ДПС очень важным в системе МВД. Потому что оно призвано соблюдать жизнь и здоровье граждан, сохранность их имущества на дорогах. Ну и, как видите, потихонечку справляемся. На данный момент в Славянске-на-Кубани, например, на территории нашего района наблюдается снижение аварийности по сравнению с прошлыми годами. То есть это показывает эффективность работы сотрудников. Не менее важное направление работы славянских полицейских – борьба с незаконным оборотом наркотиков. Благодаря их профессионализму и полной самоотдаче удалось снизить количество наркопреступлений в Славянском районе. Мы достигли тех результатов, что в территории Славянского района выявлен факт притоносодержания. Также изъято более двух килограмм наркотических средств. И также выявляются факты незаконного сбыта наркотиков. Принимаем все усилия, чтобы искоренить это зло, которое приходит в различные семьи. Тем не менее, как статистика показывает, что преступления, то они идут на уменьшение. За 10 месяцев текущего года на территории Славянского района было совершено 1041 преступление. Больше половины – 642 – было раскрыто, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Все это стало возможным благодаря слаженной работе всего коллектива – отдела МВД. Проблемы существуют, но они решаются в рабочем порядке. И главная задача – обеспечить безопасность жителей – выполняется. Слаженный коллектив, умеющий и решающий задачи, которые стоят перед отделом в вопросах охраны общественного порядка, безопасности граждан, безопасности дорожного движения. Есть проблемы, и проблемы, они, прежде всего, обусловлены, наверное, проблемами общества в целом. Мы стараемся принять все меры для того, чтобы это было должным образом на достаточно высоком уровне. Глава района Роман Синеговский поблагодарил сотрудников отдела МВД за нелегкий труд, отметив важность их профессии. Идет время, меняются названия, меняется структура органов. Но неизменным остается ваш профессионализм, ваше отношение к труду, ваша чуткость, ваше трудолюбие, ваша работа на благо всех жителей Славянского района. Есть четкая динамика, есть рост, есть улучшение, есть, значит, все те функции, которые вы должны выполнять, вы их выполняете качественно. За это вам огромное спасибо. Работа полицейского не только трудная, но и опасная. Девять сотрудников Славянского отдела МВД погибли при исполнении служебных обязанностей. Их память почтили минуты молчания. Вдовам и матерям вручили подарки и цветы. Те, кто сталкивается с этой бедой, не остаются одни со своим горем. Психологическую и материальную поддержку, а также помощь в получении путевок для детей, устройстве их на учебу оказывает Краевая ассоциация семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей. Ольга Солот, возглавляющая общественную организацию, была среди почетных гостей торжественного мероприятия. Для меня Славянск на Кубани – это город родной, потому что здесь погиб мой муж, Солот Валерий Иванович. И как бы там ни было, сегодня я должна была быть в Краснодаре, но я всегда приезжаю сюда, потому что каждый, наверное, сотрудник, идущий в форме по улицам Славянска, для меня в чем-то родной человек. И потом я здесь проработала в школе 20 лет, и поэтому для меня тоже Славянск родной. Я пожелала бы всем быть молодыми, не стареть, здоровья и беречь себя, потому что самое главное для человека – семья. Поэтому помнить о том, что ждут дома. А так, конечно, успехов в службе, чтобы звездочки на погонах росли, как грибы после дождя, вот чтобы руководители понимали молодых, а молодые понимали и понимали требования руководителей. Поэтому всего доброго и хорошего. На праздники принято дарить подарки. Сотрудники полиции в этот день принимали поздравления от Славянской межрайонной прокуратуры, Следственного комитета, Казачества, главы города. Также в этот день наиболее отличившимся сотрудникам были присвоены очередные звания и вручены почетные грамоты Главного управления МВД России. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».